Добрый день, дорогие садоводы, огородники, подписчики моего канала и гости моего канала. Хочу еще продолжить весенние обработки нашей клубники. Немножко повторюсь, что мы делали раньше. Когда клубника начала пробуждаться, первым делом мы начали обрабатывать ее от леща земляничного. От леща земляничного мы обрабатываем только инсектицидами контактно-кишечного действия, то есть инсекто-окарициды. Обязательно было слово окарициды, можно фитовермом. Фитоверм это препарат на основе растительного происхождения, поэтому его им даже можно опрыскивать, когда растение цветет. После этого, когда мы опрыскали от клещей, мы полили азотистым одобрением. Я брала 3 ложки мочевины на ведро воды и поливала под каждый кустик пол ветра водички. Теперь пришло время нам полить марганцовочкой. Марганцовка тоже является борьбой с долгоносиками и является борьбой от болезней. Я просто беру баночку с водой, я не знаю сколько именно надо, я насыпаю сюда и потом выливаю в лейку, и смотрю, чтобы она была такая не сильно светло-розовенькая. Вот это разбавим, посмотрим на сока. Для этого я развела баночки такую темную, но темной такой нельзя. Это я сейчас буду доливать ведро воды, она должна быть розовенькая. Вот наливаем, помешиваем и смотрим какой цвет. Можно сразу вливать, вот розовая все, вот такая темнее нельзя, потому что я попалю на листья. Вливаем в леечку и поливаем, тоже где-то по пол-литра на растение. Вот я перелила, это я вам просто показала в ведре, какой должен быть цвет. А так сразу в лейке делаете и поливаете, вот так прям сверху по растениям, прям такой купаем, дожжевание называется. Вот так наше растение польем, покупаем. И витаминки будут, потому что это марганец, питание растению будет. Ряд болезней, долгоносиков, еще удобрения, очень хорошее средство. Поливать этой марганцовочкой надо обязательно по влажной костью. Еще очень полезно полить ее горячей водой. Даже можно марганец в воду разогреть, чтобы было где-то градуса 50 до марганцовочки. И вот таким горячим раствором поливать, она будет и клещей заодно еще убивать. Теперь после того, как мы полили марганцем ее, мы будем посыпать золой. Золой древесной, я беру руками, мне это удобнее. Древесной золой, не просто какие-то хвойных пород, а именно пород деревьев, фруктовых деревьев. В золе есть очень много разных микроэлементов, все, что надо клубнике нашей. И плюс удобрение является, зла раскисляет почву. Можно также золой и полить. Стакан золы на ведро воды теплой, заливаем, наставим и поливаем. После этого можно через недельку, у кого есть компост, можно подсыпать под каждый кустик. Вот так вот делаем луночку и подсыпаем все капост перебревший. У кого нет, я вот купила курник, я показывала в следующем видео у меня, настояла его и буду поливать сюда курником. Куричьим пометом, натуральный куричий помет, вот буду поливать его. Когда у нас будут завязываться маленькие ягодки уже, мы тогда побрызгаем раствором йода, это от серой гнили. Флакончик йода на ведро воды, и будем оприскать нашу клубнику. Ну все, всем пока. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи!